Всем привет! С вами Maryse English. И сегодня я отвечу на вопрос, сколько времени занимает подготовка к экзамену IELTS и TOEFL. В первую очередь, нам нужно понимать, что существует два вида подготовки. Подготовка номер один – это формат экзамена. Это тот случай, когда вы уже знаете английский на необходимом для экзамена уровне, и вам нужно только пройтись по тому, какова структура экзамена, какие есть типы вопросов и какие-нибудь мелочи, вроде определенного пласта лексики, например, который вам необходимо подтянуть. И в зависимости от того, насколько большой объем информации вам необходимо пройти, это может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Идеальный вариант – это месяц, конечно, но бывает и более экспресс вариант. Итак, мы сказали, что первый тип подготовки – это подготовка к формату экзамена. Что же такое второй тип? Это уровень плюс формат. Это означает, что вы находите сейчас на уровне немножко ниже, чем вам необходимо для экзамена, и вам нужно его подтянуть, допустим, на уровень, а также узнать о формате экзамена. В таком случае нам может потребоваться около 6-7 месяцев, если человек будет заниматься дважды в неделю по полтора часа. Почему получается так? Стандартный курс для групп по подготовке к IELTS длится 120 академических часов. Академический час – это наши с вами 45 минут. Таким образом, если человек будет заниматься дважды в неделю по полтора часа, у него уйдет где-то порядка 6,5-7 месяцев. Такой курс обычно включают в себя промежуточные тесты и пробный тест. Как преподаватель может оценить время, которое необходимо вам на подготовку к IELTS? Потому что этот вопрос мне часто задают, сколько времени у меня уйдет. Во-первых, преподаватель должен знать ваш уровень, причем знать его точно, и в идеале было бы пройти претест. Что такое претест? Это пробный тест IELTS, то есть он помогает вам, во-первых, почувствовать структуру и атмосферу экзамена, а во-вторых, оценивает, на какой балл вы сдали бы сейчас, до подготовки. Уже исходя из этого балла, преподаватель может примерно оценить сроки. Также вам необходимо знать, какой желаемый балл вы хотите получить, и кроме этого, сколько свободного времени, сколько времени вы готовы уделять подготовке к IELTS. То есть, понятное дело, что если вы собираетесь заниматься один раз в неделю один час, то ваша подготовка затянется на год. К какому выводу все это нас подводит? Если вы пришли к преподавателю и говорите, здравствуйте, я хочу подготовиться к IELTS. Сколько времени у меня это займет? И он вам скажет, два месяца. Значит, этот преподаватель просто пытается вас, так скажем, заманить к себе на занятия, но не оперирует какими-то реальными сроками, цифрами. Возможно, он вообще не разбирается в этом. Если преподаватель спрашивает вас подробно о том, какой у вас уровень, предлагает вам пройти пробный тест, узнает точно, какой балл необходим вам в конце вашей подготовки и интересуется тем, как много времени вы готовы посвящать этому экзамену, то в таком случае с этим преподавателем действительно стоит иметь дело. Также многие люди готовятся самостоятельно. В чем опасность самостоятельной подготовки? в том, что вы сами не можете адекватно и объективно оценить свой балл за writing и speaking, так как только преподаватель, который хорошо знаком со всеми критериями, со всеми требованиями в оценивании этих частей, сможет сказать вам действительно, на какой балл вы написали свое сочинение или на какой балл вы наговорили свой speaking. И преподаватель сможет указать вам на ваши слабые и сильные стороны и подсказать, что стоит развивать дальше, на что нужно обратить внимание и с чем нужно срочно разобраться. Когда вы готовитесь самостоятельно, к сожалению, сами вы такое вряд ли заметите, поэтому хотя бы для подготовки к writing и speaking я советовала бы обратиться к преподавателю. Ну что, на этом все. Желаю вам удачи в подготовке к экзамену. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и ставьте этому видео лайк. Также заходите ко мне на страничку «Учим английский с Mary's English» на Фейсбуке и в Инстаграме вы можете меня найти под ником Mary's English. Желаю вам хорошего дня! Have a nice day! See you! Bye!